Всем приветики, друзья! Ну, сегодня я решила приступить к старой доброй теме, которую вы очень любите Проверка лайфхаков, которую вы мне присылаете в инстаграм Так что, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и скидывайте мне интересные идейки А еще я вам предлагаю долго не затягивать, а скорее затестить все лайфхаки Первый лайфхак будет с мицеллярной водой Кстати, очень-очень многие из вас мне его присылали В этом видео мицеллярка используется не совсем обычным способом Нужно нанести на ватный диск и затем при помощи магии появляется пена, которую можно нанести на лицо Ну, по сути, это, знаете, такая пенка для умывания Цель ее это избавление от черных точек Типа, знаете, после первого применения появился такой прям классный результат Но мицеллярка, я вам скажу, не избавляет от черных точек Поэтому здесь я 100% не верю в этот лайфхак Но вот мне интересно, будет ли она работать в качестве пенки для умывания Итак, друзья, к процедуре я полностью готова Надеюсь, у нас все получится В руках у меня мицеллярная водичка И, конечно же, ватные диски Берем ватный диск На него мы наносим мицеллярку нашу Вот так И давайте теперь попробуем на него подуть Вау! Вы сами могли заметить, как эта пена быстро исчезает Поэтому давайте попробую еще раз На видео было показано, что эта пена держится намного дольше А у меня она просто за секунду даже меньше исчезает Пинка-пинка Ну все, смотрите Что мы тут растирать будем, я не знаю Резона в этом лайфхаке абсолютно никакого нету Он бесполезный Уж проще взять ватный диск И просто так нанести на лицо И удалить все остатки макияжа Но никак уж не делать из этого пенку для умывания Потому что ее, в принципе, нельзя сделать из мицеллярной воды Потому что она быстренько у вас исчезнет И вам даже не удастся намылить свое лицо Все-таки я думаю, что в этом видео взяли обычную пенку для умывания А не от мицеллярки Потому что она бы у них быстро-быстро исчезла с лица А тут она держится прям очень долго В комментариях обязательно напишите, что у вас получилось Если вы пробовали такой лайфхак Еще один довольно интересный лайфхак для волос Тут мы видим, что девушка делает локоны при помощи авоськи Ну, то есть при помощи такой сеточки, в которой обычно продают фрукты Все, что нужно сделать, это засунуть волосы вот в этот мешочек Хорошенько их там зафиксировать Чтобы они в таком, знаете, приплюснутом состоянии были И высушить феном Ну, а затем получается вот такая шевелюра Меня смущает одно, то что эта девушка изначально была кудрявая То есть у нее, конечно же, эффект есть Но вот на прямых, таких как у меня волосах Я сомневаюсь, что что-то получится Как я поняла, она делает все это на влажные волосы Ох, боюсь, что я очень долго буду сушить свои волосы, если они будут влажными Начнем с того, что авоськи как бы у меня нету И поэтому я возьму вот такую вот сетчатую шапочку По сути, то же самое, но мне кажется, это даже лучше будет Я ее использовала в видео с париками Здесь есть вверху такая дырка, которую мы сейчас завяжем на узелок И единственное, из-за чего я переживаю, это влезут ли сюда все мои волосы И потихонечку как бы я туда их засовываю Так, затолкаем их туда подальше Выгляжу я, конечно, сейчас смешно, но это ненадолго Самое главное мне сейчас попшикать на волосы термозащитой Теперь можно включать фен Сушила феном я очень долго В таком положении волосы в середине практически не сохли И вообще ощущение, что на голове уже гнездо сформировалось Ну что, пора снимать с головы бабу Таню и смотреть, что получилось А, друзья мои, ничего на волосах и не вышло В середине осталось еще много влажных волос, которые не просохли Хотя феном я сушила долго, три этапа На сухих волосах тоже нулевой результат А на затылке образовался ком из волос, который пришлось мне распутывать Вот такие дела А вот этот лайфхак показывает нам, как можно легко и просто при помощи обычного льда Убрать всю липкость с блеска для губ Так ли это на самом деле, давайте узнаем Блеска для губ у меня совсем-совсем по минимуму Я нашла вот такой вот 3D от Bourjois Сейчас давайте я нанесу на губы Покажу, что к нему действительно липнут волосы Нанесла я, значит, блеск Ну, вы видите, что уже все налипло Теперь в дело идет лед Вот так Как будто легкая анестезия на губах Ну и давайте теперь проверим Что и требовалось доказать Ничего не работает Мне кажется, сейчас налипло еще больше волос, чем до этого Прикольно А это, наверное, самый-самый зашкварный лайфхак в этом выпуске За последнюю неделю вы, наверное, чаще всего присылаете мне именно вот этот ролик То есть здесь при помощи клея мы видим, как можно увеличить губы и сделать из себя Анжелину Джоли Давайте поэкспериментируем Я взяла целых два клея и тот и другой для ресниц Просто, возможно, с каким-то из них не получится Конечно, можно было бы взять и момент, но тогда бы я минимум неделю из дома не выходила Вначале его нужно нанести на вот эту зону и чуточку подождать, чтобы он немного там устаканился Подзасох и потом только приклеивать Ну, как-то так Походу клей для ресниц не может выдержать мою губу Значит, с первым клеем у меня ничего не получилось Он, видимо, не может справиться с такой задачей Вот этот клей уже идет прозрачный Нанесу вот сюда снова Тоже чуть-чуть подожду И держу Посмотрю пока какие-нибудь видосики Думаю, достаточно Оно отрывается сразу же, но эффект получился Быстренько зацениваем результат Пока у меня губа не отклеилась О, все Короче, клей для ресниц почему-то не удерживает эту губу Очень-очень смешно Конечно, изначально было понятно, что этот лайфхак максимально бредовый Но попробовать было его очень забавно В одном из выпусков с бьюти-гаджетами Мы с вами тестировали штампик для бровей Но вот в этом лайфхаке нам предлагают самостоятельно его сделать То есть здесь все наглядно показано, что нужно Мне нужно срочно найти спонжик Я все-таки откопала этот самый спонжик Теперь нам нужно на нем нарисовать две бровки Я решила упростить себе немного задачу И взяла вот такие шаблончики Это трафареты из прошлой проверки гаджетов И просто обвела фломастером Они как раз идеально к моей форме подходят По контуру нужно это дело все вырезать И вот они, наши бровки готовы Кстати, из такого материала очень сложно вырезать ровный шаблон Приклеить я их решила на пасмассовую подложку Лишнее по краям отрежем, чтобы было удобнее потом пользоваться Осталось приклеить ручки Я взяла для этого ненужные крышечки от кремчиков Как раз, мне кажется, идеально по размеру подходят Ну и удобно будет держать Теперь будем пробовать Набираем на штампик тени для бровей Конечно, они немного маловатые Но ничего страшного Прикладываем к бровке Ну, вроде что-то есть, но не сильно видно Давайте-ка еще разок Ну вот уже, мне кажется, лучше Вроде Перейдем к другой бровке Прислоняем Вроде бы, мне кажется, неплохо Но основание немного все-таки размазались Тени Промахнулась я Бровь толще стала Эффект от штампиков действительно есть Но брови получаются очень-очень натуральными Хотя, наверное, это все-таки зависит от теней Для примера покажу вам еще на руке Какая бровка остается Очень, мне кажется, неплохо Форма, конечно, не идеально ровная Но все же Напоследок еще раз решила добавить теней на брови Попробуем сделать их еще ярче Ну как вам, девчонки, такой чудо-гаджет? И на этом я буду заканчивать свое видео Да, на этот раз нам не удалось найти действительно чего-то полезного Но мы будем продолжать искать Обязательно скидывайте мне интересные идеи в инстаграм И, конечно же, подписывайтесь А еще я очень надеюсь, что вы поставите этому видео большой-большой пальчик вверх Если вам не жалко, не забываем смотреть предыдущее видео Сейчас вы видите их на экране Всех люблю и всем пока!